Всем привет, дорогие перчики! С вами DeadSmoke, который по-настоящему Dead. Сегодня у нас вопрос-ответ. Как всегда, 30 вопросов. Let's start, I guess. Напомню, анонимность сохраняется, так что не бойтесь задавать что-то впариться. Не буду долго тянуть, поэтому начнем. Итак, первый вопрос. Что вам в последнее время не нравится в современных людях? Начинаем, значит, мы со сложных вопросов. Хорошо. Мне не нравится в современных людях их эгонцентричное, достаточно вызывающее поведение. Многие эгоистичные любят только себя. Но я, конечно же, не про всех, однако большая часть меня расстраивает. В современном мире не является эта доброта, которая была в те времена, допустим, во время СССР, в нулевых или еще ранее. Как говорится, миром правят деньги, секс и власть. Второй вопрос. Что вам в последнее время нравится в современных людях? Отличный кэшчин, я думаю. Я обожаю, что в наши дни абсолютное большинство интересуется психологией. Учатся разграничивать границы. Юные подростки много читают про толерантность, жизнь и взаимоотношения людей. Другая часть стремится биться в карьеру, делать лучшее для общества, что не может не радовать. Единственное, что осталось сделать, это истребить старцев с консервативными мозгами. Если вы понимаете, о чем я стою. Третий. Кстати, о личном. Как отнесетесь к тому, что человек в отношениях скажет вам, что не готов, не может использовать оральные ласки? Как всегда, обожаю такие вопросы от своих же половинок и друзей. Но скажу, откровенно говоря, что мне посрать. Так как это не самое главное. И вообще секс для меня это второстепенное день в отношениях. На первом месте стоят душевные связи, эмоции, психика. Потом и будут дела коммунальные, карьерные, бытовые. Только на третьем стоит секс. Потому что это всего лишь 10-15 минутное удовольствие. А потом ничего. Четвертый. Как вы думаете, в последнее время вы стали снисходительной относиться к кофе? Я знаю, что вам не особо нравится. Но вы стали пробовать чуть-чуть. Гля. Обожаю, когда мои люди, видящие меня почти каждый день, задают такие вопросы, которые можно задать в реальности. Лежит бы вопрос мне составить и уйти подальше. Я вас раскусил. Ну ладно. Итак, я всегда снисходительно относился к кофе. Мне чисто пофиг на него. Я не люблю сей напиток. Но хлебнуть пару глотков я не против. Особенно если это штучка сладкая. Я люблю выпивать маленькую чашечку кофе, когда у меня низкое давление. Оно и вправду помогает поднять его. Пятое. Вы когда-нибудь хотели бы снять с пепе тематическую фотосессию по каким-либо хоррорам, трейлерам, книгам? Она с вами да. Если что, пепе это наш сленг. Означает половинчатая половинка. Моя лаблёв. Я с вами хочу замутить не только фотосессию. Я хочу с вами и совместное видео запилить. Причём разное, не только хоррор или там романтик thing. You know. Если пепе очень попросит, вы станцуете с ней в вальс-коробочку под арганную или вампирскую музыку. Естественно, либо вечером в лесу, либо в домашней остановке. Если только очень хорошо попросите. Вообще, я не вижу смысла в танцах, особенно в таких, кроме энергического разряда. Мне нравится петь на различных тонах. И это намного интереснее, чем бессмысленный дэнсинг. Так что пробуйте, пробуйте. Может быть, у вас когда-нибудь получится. Ибо, как я уже говорил, я не вижу смысла в бессмысленных потанцульках. Седьмое. Я вроде уже отвечала на этот вопрос, но нет у меня нет домашних животных. Есть аллергия. Присутствует аллергия на пенициллин. Если я съем хоть одну таблетку с данным веществом, то будет чесаться, как вшивая псина, покроюсь пятнами, которые будут зудеть. И мне придется пить пасту, смешанную с водой, и колоть уколы в задницу от аллергии. Девятое. Почему ты вдруг... А захотелось. Захотелось стать популярным, как другие аниматоры. Заранее скажу, что у меня никогда не было сильного интереса в анимации, и не надо класть на меня грандиозные планы. Я никогда не хотела быть мультипликатором анимации. Не мой смысл жизни, не моя любовь, а тупо развлечение, а даже не хобби. Боишься нынешней ситуации в стране? Некорядно говорить в стране. Важно сказать, что это во всем мире. И нет, я не боюсь эпидемии. Во-первых, цене чума. А во-вторых, люди больше умирают от рака или от спида. А в-третьих, все мы смертны, поэтому рано или поздно мы все умрем. Поэтому давайте жить здесь и сейчас, а не трястись под каждым кустом боярышника. Договорились? Как твое самочувствие? Мое самочувствие колеблется от заебись до пиздеца. Как ебаные эмоциональные качели, к которым привык. Я пытаюсь ложиться пораньше, так как теперь я езжу в колледж. Но из-за невысыпания у меня сейчас жуткие провалы в памяти. Я нихрена не помню, что было вчера. Позавчера, три часа назад. Помню только учебу, что я ел на обед, допустим, не помню. Невротизм тоже подпрыгивает, но истерика нет, что удивительно. Не забудьте меня спросить про самочувствие во время сессии или курсачей, которое мне предстоит написать в ближайшем будущем. Думаю, ты не удивишься, если услышишь обратный ответ. Любимая еда в маке. Люблю вопросы о еде. Достаточно сложный вопрос. Проще сказать, что я не люблю. Итак, это различные бургеры. BBQ sauce. Кофе и десерты с мороженым именно из Макдональдса. Мои фавориты это любые роллы, наггетсы, любая картошка, креветки, сырный соус, кетчуп, иногда можно немножко горчички. Достаточно консервативен в плане пробовать новые, однако, при любой возможности я пользуюсь моментом. Чем занимаешься в свободное время? Уже отвечал на этот вопрос. Рисую, пою, танцую, читаю. И в таком роде, скрипя зубами, могу убраться в комнате или снять видео. Где любишь гулять? Там, где много природы, мало людей, свежий воздух. Естественно, в лесах, в деревнях, обычно в парках. Любимое кафе? ХЗ Чеснки, все считается из кафе. Отношение к флирту. Нейтрально я сам люблю с пьяно. Пофлиртовать, но не более. Особенно все это происходит в шутку. Однако, если моя половинка флиртует чересчур серьезно или откровенно, думаю, вызвать вас на дуэль, на переговоры, на едини. К себе флирт не одобряю. Делали что-то постыдное на глазах родителей? Пела. Не знаю. Ну, думаю, да. Кто не стыдился на глазах своих родителей? Конечно же, да. Особенно чувствуешь неловкость, когда в магазине у тебя все валится из рук, на тебя начинают орать и все оборачиваются. Три мальчика. Была на море. Планировали, но так и никуда не поехали. Очень завидую людям, которые вообще путешествуют повсюду. Тоже так хочу. Собираешься кардинально менять внешность, тату, пирсинг. Спорно. Мое мнение вновь колеблется от «Ой, хочу, буду, ой, не хочу». Насчет пирсинга я не фанат, но продыряй ведь индастриал, в ухе я не против. Еще я думала насчет прокола брови. Но не знаю, не знаю. А так я бы хотела перед татушкой, уже определился с местами ключицы, спина и предплечья. Любимый вид украшения. Главное, чтобы дерзко, шипастая и не слишком вычурно. Ярко. Черная традиция. Люблю чокеры, ошейники, перчатки, как у байкеров, цепи и всякую подобную ерунду. Как найти свою любовь? Зачем искать? Она сама к себе придет. А если нет, радуйся, то свободен, как птица на воле. Серьезно, не вижу смысла делать любовь смыслом жизни. Это автология. Но если для тебя это так важно, то ищи сам в соответственных компаниях. Сейчас некоторые ищут половинку в интернете. Но я противник знакомств по инету, так как меня беспокоит моя безопасность. Веришь в моду быть ЛГБТ? Нейтрально, но иногда кажется, что ЛГБТ сейчас жестко форсят. Я против ее жесту на камеру, потому что это тупо и портит мнение она. Не надо делать из ориентации что-то особенное, такую жирную особенность. Ибо это не особенность, а природа. Обычная сексуальная предрасположенность. Я слишком пофигистичен. Не собираюсь говорить открыто о собственной бисексуальности. Только если спросят. Символику ЛГБТ я ношу, потому что мне нравится. А еще я люблю, когда подгорают в жопу гомофобов. Поэтому да. Любимый экстремальный вид спорта? Это сноубординг и особенно рупинг. А также прыжки с трамплина или в каньон на самом деле очень сложно выделить одно. Ты мстительная? Не, нафиг мстить. Я мысленно проклинаю человека, а дальше все идет, как должно идти. На месте тратить свое драгоценное время, это очень глупо. Как появился канал? Уже рассказывал. Я просто хотела стать популярным, как Саша Спилберг или Катя Клэб. Ну и собственно я создала его в 2014 году. Что лучше, матриархат или патриархат? А вот ничего, обосритесь. Но ничего. Отвалите ПЖ, я за дружбы магию вообще. Все, оба вот этих направления это полное говно. Не вертенькам. Хочешь новый айфон? Вот нахрена мне ваши айфоны? Никогда не понимала популярности данного вида телефона. Мне очень важно, чтобы телефончик был с хорошим качеством, в камере и с огромной памятью. Не забывайте, что Серхио все еще дед. Дед, дед. Понятно, да? Что делать с ревностью? Принять свои чувства. Понизить собственность и повысить любовь к себе. Так как если ваш партнер уйдет, то вы будете любить себя. И вы будете к этому готовы. Вы также будете готовы плюнуть тому в морду и взмахнуть пышной гривой. Значит тот человек вас не достоит. А вообще реально смириться, переговорить с половинкой, переговорить с смехами, которым вы ревнуете. Серьезно. Я тоже ревниваю, но я часто говорю себе, что я ведь не могу контролировать свою половинку. Не могу управлять человеком и его чувствами. Поэтому просто доверьтесь своей половинке. Потому что если она вас любит, она никуда не уйдет. А если не любит, то это к лучшему, что она ушла. Потому что вы не будете мучить ни себя, ни другого человека. Если, допустим, он захочет уйти, то я отпущу. Ничего страшного, на этом жизнь не кончается. Это не конец света. Жизнь продолжается. Да, больно, но куда деваться? Жизнь, она такая. Только не надо убивать своих бывших локей, а то я знаю таких идиотов, которые потом бессовестно на улице гуляют. Не надо. Идеальная сумма на счету, чтобы жить счастливой. Нескончаемая. Просто. Знаете. Нескончаемая сумма денег на карте. Идеально. Это для жизни. Смотришь анимании? Нет, не смотрю. Последний раз я смотрела где-то 2-3 года назад. И вообще. Хентай. Люблю иногда глянуть. Хентай или Сёнен. Синён. Я правильно не умею читать. В общем, Сёнен Ай или Сёдзё Ай. В общем, Яо или Юри. А так, в принципе, не смотрю. Итак, вот я подошёл к концу нашего вопрос-ответа. Вот такой вот быстро, да. Огромное спасибо за вашу активность и просмотр. Своей хорошей жизни. Я с вами прощаюсь. Bye-bye.